А у Могилёвской области на период летних каникул про центры занятостей будут праца уладкованы каля 4 тысяч старшеклассников и студентов. Компания часовой занятости молодзи распочалась. Наша здымочная группа наведала Центр социального обслугования населения Кастричненского района Могилёва. Тут наученцы колледжи шиють белизну для домов-интернатов, а школьники робят сувениры. Девчаты кропотливы укладывают стразы. Готая техника называется «алмазный живопись». Личи сучастный аналог вышивки к рыжикам. Занятость молодзи у час летних каникул финансуется со сродку державного пазобюджетного фонда социальной обороны. Это заработок. Я не сижу дома, не сижу на шее. Даже то, что я заработаю, я могу потратить на себя. Сходила в Центр занятости, медальное направление. И я считаю, что нам всем очень повезло, что мы работаем именно здесь, в таких прекрасных условиях, в очень такой уютной домашней обстановке. А картины застанутся у Центра социальных обслугований населенства у якости сувениров. Такие умовы программы летней занятости. А Биолизна, что шеются на большинстве одного скалейджа у Могилёва, социальный заказ. Две сотни спотних кашуль для дому-интернатов и 150 пар спецовок. Я отрабатываю навыки швеи. Я и учусь, и приезжаю сюда, чтобы и работать, сработать все денежки. Предложили пять человек, мы согласились. Нас что-то устраивает. Остальные в мастерской там учьют, мастерам помогают. Для того, чтобы стать участником, или лучше сказать, даже работодателем для нашей учащейся студенческой молодёжи, мы в конце года, то есть это примерно ноябрь месяц, подаём заявку в Управление по труду занятости и социальной защите Могилёвского горосполкома на то, что мы готовы участвовать в данной программе, что мы готовы взять на работу определённое количество людей и просим финансирования. Одна змена – 10 прационных ден. Кто жадает, працует другую измену. И кожному оформляют прационную книжку. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, Новиниргейон.